Яркая мебель, книги, игрушки и масштабные рисунки на стенах с изображением любимых мультипликационных героев. Ничто не напоминает здесь больничную палату. Проект «Единой России. Добрая комната» создан для маленьких пациентов, оставшихся без попечения родителей. Дети здесь пребывают достаточно длительный промежуток времени. И в связи с этим было принято решение эти палаты несколько обыграть, скажем так. Немножко сделать их ярче, красочнее, добрее, чтобы они не чувствовали себя здесь одинокими, брошенными, чтобы не усугублялась их вот эта трагическая ситуация. В отделении есть педагог, который занимается с детьми в доброй комнате. Но врачи и медицинский персонал также не могут пройти мимо. Дети, поступающие в эту комнату, они условно называются дети, оставшиеся без попечения родителей. Потому что как только они попадают в наш коллектив, они обретают сразу десяток мам за смену. Каждая заходит, каждая уделяет свое внимание. Окружные депутаты, молодогвардейцы и активисты «Единой России» привезли в добрую комнату педиатрического отделения Одинцовской областной больницы очередную партию книг и игрушек для маленьких пациентов. Мы уже не первый раз сюда приезжаем. Очень рады вас видеть. И чем вот можем, мы стараемся помочь нашим детишкам, доставить им радость, чтобы они себя чувствовали как дома, чтобы у них были игрушки. Такая помощь очень ценна, ведь смех и радость – лучшее лекарство, отмечает врач-педиатр Павел Бережанский. Я считаю, что игрушки и сказки – это вообще самое важное, что должно быть у детей в детстве. Во-первых, когда дети играют, они фантазируют, они придумывают. Я очень знаю много пациентов, которые долго лежат, и они придумывают, как они выздоравливают, как они выходят из больницы. И действительно, когда человек мечтает, мечты всегда сбываются, и детки быстрее выздоравливают. Проект «Добрая комната» реализуется в Подмосковье с 2019 года. И сегодня насчитывает уже 75 таких палат. Эта акция партийного проекта «Доброе дело для доброй комнаты» проходит по всей Московской области. Все депутаты Московской области приходят в свои социальные палаты и приносят детские игры и подарки от депутатов от местного отделения партии и от Московского областного регионального отделения партии ДНР. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».